Витспорт Этот Витспорт очень энергичный, нет статики, одна динамика, и поэтому яркий Витспорт. Витспорт Интересно понаблюдать что-то новое. Я думаю, что это молодой вид спорта, и он развивается у нас в Омске, в Омской области. Люблю флорбол, потому что это игра. Ну, там надо играть в пас, она динамичная очень. Интересно, пришел поболеть за нашу команду, команду нашего региона Сибирь. Я думаю, все, кто увлекаются, любят флорбол, должны сегодня быть здесь, поддержать команду. Какой стиль игры у Сибири, на ваш взгляд? Ну, остро атакующий, хорошая игра в обороне, ну и резвые голы, хорошие выходы. Четыре дня амичи наслаждались игрой лучших флорбольных команд страны. Омский Вилатрек стал площадкой для баталий первого объединенного тура чемпионата России. Клубы из западной зоны представителей Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Архангельска противостояли командам Востока, флорболистам Омска и Нового Оренгоя. В Омске потрясающее развитие нашего вида спорта. Еще много детей, ну а старшая команда серебряный президент чемпионата России прошлого года. Поэтому, ну, кому как не Омску проводить эти соревнования. Само по себе такое прибытие делегаций, когда к нам приехал президент Всероссийской Федерации, когда у нас сегодня сильнейшие клубы, в том числе представляющие там и Москву, и Санкт-Петербург, и лидер этого турнира Нижегородский коллектив, в общем-то, я думаю, будет зрелищно. Вот, мы обязательно об этом с вами вместе всем расскажем, покажем. И те ребятишки, и те родители, которые сегодня поприсутствуют на матчах, сделают еще раз вывод о том, что они правильно выбрали, посоветуют это тем, с кем они общаются. И я думаю, что все вместе мы поднимем еще небольшую, на небольшую планочку уровень популярности этого вида спорта в нашем регионе. Зрелищности этому динамичному виду спорта действительно не занимать. Высокие скорости, виртуозные комбинации, непредсказуемость и борьба до финального свистка. Главная команда региона «Сибирь» провела на турнире пять встреч. Уверенные победы хозяева одержали в матчах с московским «Спартаком» 6-2 и дружинами из северной столицы. Арены «Ураган» 9-2 и СПБ «Юнайтед» 11-4. Это, конечно же, очень приятно. В Омске большой такой турнир проходит. И на родных трибунах удобнее играть. Команда Омск, мы не знали, как она будет вести себя в меньшинстве, поэтому в нашем случае не получилось взломать в большинстве. У нас лучше получалось в разных составах играть. Напряженными получились матчи «Сибири» с «Помором» и «Нижегородцем». В обеих встречах исход решался в овертайме. Хозяева показали достойную игру и по ходу матчей имели преимущество. Но удержать его, к большому сожалению, болельщиков и мячам не удалось. «Сибирь-Помор» 5-6, «Сибирь-Нижегородец» 4-5. На мой взгляд, мы как-то, да, их раздвинули немножко по бортам, появились свободные зоны, и вот получились хорошие три броска, удачные и вовремя. Забились свои моменты, ребята были мобилизованы, и поэтому игра для нас очень важна была. В прошлом году мы играли в финале с этой командой, они чемпионы России действующие. Поэтому ребята достаточно мобилизованно сыграли, концентрировали впереди, забили и выигрывали. И по ходу, в принципе, игра была, все-таки склонялась в нашу сторону. Ну, где-то немножко, видать, все-таки опыта не хватило в ребят. Всего в рамках чемпионата России с учетом тура в восточной зоне «Сибирь» провела 9 встреч, одержала 7 побед, дважды уступила в овертайме. 23 очка и пока лидерство в турнирной таблице. У действующего чемпиона Нижегородца 20 очков и 2 игры в запасе. Борьба за медали продолжится в рамках второго объединенного тура в мае. Тогда же по итогам двухкругового турнира определится и чемпион страны.